Сегодня большой день, как мы и делали на последнем дне модуля с Робертом. Основной шаг будет проработать шестишаговую модель. Я сделаю демонстрацию работы с этими шестью шагами, и вы отправитесь в ваши группы, и будет первое упражнение с партнером, затем будет довольно ранний перерыв на обед на час пятнадцать. Вернемся, я сделаю еще одну демонстрацию. Вы вернетесь в свои пары и сделаете в другую сторону с партнером. И потом вы вернетесь в свои мини-группы, и поймете, как именно вы установите эту связь, как вы будете общаться в следующие пять месяцев между собой. А потом будет большой финал. Начнем по традиции со стихотворения. Возвращаемся снова к творчеству Рильке. Называется «Позволь всему происходить». Пусть все происходит. Господь говорит с каждым из нас, когда Он нас создает. И потом в тишине выводит нас из ночи. И вот те слова, которые мы так отдаленно слышим. Ты, который отправился в мир за пределы своего зова, Иди к самому пределу своего стремления И вбери в себя меня Гори, как пламя И создавай большие тени, в которых я смогу пройти Пусть с тобой происходит все Красота и страх Продолжай идти Никакое чувство не является окончательным Не позволяй себе потерять меня Где-то рядом та страна, которую называют жизнь И ты поймешь Ты узнаешь ее, потому что там все слишком серьезно Пусть с тобой происходит все Красота и страх Я мог чувствовать первое На протяжении этих десяти дней вместе с вами А смотря на результаты выборов в моей стране Очень глубоко чувствую второе Я думал, упомяну, я это не упомяну Но что-то И, между прочим То, что мы затрагивали вчера в упражнении Хорошее я, плохое я Думая об этой модели трансформации, реализации себя Модели, которую предложил Карл Юнг Называя ее самореализацией Говоря о том, что какая-то часть психики входит в ваше существо Что-то из общего сознания Что-то из исторической души Приходит в вас И наше основное позитивное отношение к этому Что вот настройка на это Она по необходимости Если у нас есть поле бесконечных возможностей Что тогда определяет, какие из них реализуются в мире И самый базовый ответ Это то состояние, в котором вы настраиваетесь Ваши фильтры И как бы ни были настроены ваши фильтры То, что происходит, как это транслируется из этого голографического поля Происходит Именно эти фильтры определяют В каком измерении это проявится И мы можем почувствовать, что по мере того, как мы движемся по нашему творческому пути Мы говорим о том, что есть достаточно много обыденных задач Для которых нам не обязательно получать доступ к нашему творческому бессознательному Таких ежедневных задач Который уже внутри нас Так что мы просто можем повторять события нашей личной истории Мы можем получать доступ к нашим привычкам, ритуалам, внутренним последовательностям Но как только мы вступаем в опыт Который требует от нас Выработать что-то творческое Сделать что-то по-другому И мы предполагаем, что именно эта потребность Она и активирует творческое бессознательное Когда система «я» говорит «помогите» Мне нужна помощь моих друзей И в зависимости от того, что вам потребуется для того, чтобы столкнуться с этим препятствием Вот именно это бессознательное вам и отправляет Но в модели Юнга и в модели генеративного изменения Все начинается в рамках вселенского сознания Но этот разум, он ненастоящий, нереальный Он еще не создан во внешнем, в реальном мире Он потенциален Когда он входит в вашу нервную систему Или в живущую систему Семьи, культуры Он настраивается Теперь он переходит на вторую стадию В котором он в мире Но еще не полностью воплощен Он не привнесен в своей человеческой форме И это и есть наша задача Потому что наша основная задача Это очеловечить энергию души И вот это то, что мы называем в кавычках «плохое я» Это то, что уже внутри То, что уже в игре Но оно еще не признано Как ценный ресурс Если основа вашего отношения К этому вот такая Не буду я приносить это в мир Нельзя никому позволить это увидеть Тогда вы на нейтральной полосе В пустошах Оно как бы здесь Но не пришло в мир И тогда оно будет Оттягивать на себя энергию И всю ту необходимую энергию Которую вам действительно понадобится Для того, чтобы прожить счастливую Создающую творческую жизнь Вы ее просто забираете И отправить огромную часть ресурса В мир призраков И это может создавать определенные проблемы и границы И мы хотим съесть Вобрать И впитать это Абсолютно все, что происходит В нашем опыте Для того, чтобы мы могли стать целостными Это одна из базовых частей Генеративного коучинка И перед тем, как перейти к первой демонстрации Наталья У нее был удивительный опыт Переживания, которые она поделилась со мной И я спросил, как насчет того, чтобы поделиться с группой И она сказала, да Это ее версия Той самой шестишаговой модели Генеративных изменений Всем доброе утро Реально у меня все время был процесс Да, вот прям с первого дня И до вчерашнего вечера И уже по дороге домой Вчера Вчера вечером по дороге домой Это произошло Я открыла Вернее Призналась себе, что это все-таки Моя внутренняя часть А не какая-то внешняя Это мужская составляющая Неожиданно для меня она оказалась внутренняя И я ее всегда переносила вовне куда-то Но она, естественно, не очень социальна То есть периодически она хочет вовсе не того, что приемлема обществом И я так в такой прекрасном расположении дую, что наконец-то все мои части соединились Там все мужской, женской, инь-янь Все в порядке места И сегодня утром в 7 утра Я иду по дворцовой площади Которая завалена снегом по коленам И буквально вылазью из сугроба на тротуар Пытаюсь отряхиваться Ко мне подходит человек В маске, мужчина В маске ежика Вот этот из смешариков Ежик фиолетовый И потом, когда я вышел из снега И он пришел И он был в маске Пурплый хеджог Пурплый хеджог Пурплый хеджог, да Это известный русский картон Это детский характер Кто не знает, да? Который весь застенчивый Ежик Он все знает И говорит мне Вы вышли на меня из сугроба Нам нужно срочно обняться И говорит мне Вы вышли на меня из сугроба Вы вышли на меня из сугроба И мы должны дать нас Смешно, как можно А тебя мама не предупреждала О мужчинах, которые носят маски Сиреневых ежей Которые хотят обниматься Ну, я сначала, конечно Так маленько насторожилась Ну, потом расслабилась И он, значит, говорит мне Я вот хочу подарить тебе открытку Вот, показывай открытку И он сказал Я хочу дать тебе посткарт И здесь На открытке, если кто не видит Изображена зебра Только не с черными полосками А с розовыми Я в год лошади родилась И говорит мне Прочитай внимательно Как только у тебя будет время Внимательно Прочитай все, что я тебе написал И я ухожу Он прыгает, кричит ура И исчезает буквально Через там несколько шагов Я пробежала там к остановке И я уже не увидела, где он есть Ну, не так Текст читаю Доброе утро, друг Вот, красненьким написано Живи здесь и сейчас Живи открытым, любящим Честным, смелым и решительным человеком Не бойся проявлять Своего маленького внутреннего ребенка Искреннего и любящего Не боюсь Не боюсь Чтобы показать Своего внутреннего ребенка Кто любит И любит Просто будь счастлив Удача и любви Сергей Я желаю вам успех И любви Сергей И можно телесную модель Вот этого путешествия создать Вот это интересно Уверен в этом есть смысл Кто-то еще встречал этого парня с утра? Можно было, конечно, спросить А тут-то где шесть шагов? Но я хотел бы просто прокомментировать И я не мог не заметить Что вчера, а может быть еще день назад Во время некоторых упражнений Или перерывов Наталья сидела И стояла Она была в определенном состоянии коуч И было видно, что она хочет настроиться на что-то Я сначала пытался проверить Все нормально? Все дышит Дышит Выглядит, как будто она в хорошем состоянии И очень интересно услышать Что раскрылось изнутри этого Я бы подчеркнул Когда у нас есть серьезное намерение И желание и готовность удерживать это В этом простом резонансе разума и тела Что-то интересное случится практически неизбежно И говоря о трансовой работе Генеративной трансовой работе В трансе мы хотим удерживать вопрос Мы не пытаемся найти ответ Мы пытаемся найти вопрос Помните историю про Эйнштейна? Если бы у меня был один час Для решения Это очень важная задача Я бы минут 55 посвятил тому А вопрос-то в чем? И я могу сказать тебе 55 минут в самолете Я буду удерживать вопрос Как черт возьми С этим всем справляться С Трампом И мы говорим о том, что есть шесть шагов И мы говорим об этих частях Как о разделенных значимых принципах А еще мы можем думать об этом Как об определенной выстроенной последовательности Где стартовая точка Это всегда определенный тип состояния коуча Потому что если мы входим в ситуацию В состоянии крэш В состоянии волнения Со страхом Выключенными Или не чувствующими ничего Ожидать, что мы столкнемся Или найдем позитивный опыт Не стоит А надо начать с другого И если посмотреть на историю развития То как в детях Что когнитивный разум По крайней мере первую половину жизни Он начинается с того Чтобы фокусироваться от центра Что происходит Что делать Как понравиться Как удовлетворить всех этих людей Как вот это сделать И мы говорим И вот этот фокус наружу От вашего центра От ядра Оставляет вас в очень неуверенном Беспомощном Неспособном действовать состоянии И первое с чего нужно начать Это установить Вот это соединение Разума и тела А это практика Если вы хотите Хорошо играть на Хартопиано Вам нужно практиковаться Каждый день Если вы хотите быть хорошим спортсменом Вам нужно практиковаться Каждый день Если вы хотите быть творческими Счастливыми Это все начинается С вашей приверженности И готовности Каждый день Это делать И вы можете посмотреть Что те практики Которые мы делаем с собой Или сессии коучинга Это не идеальные условия Которые относительно безопасны Где мы можем чувствовать Больше свободы Чтобы рискнуть Отпускать что-то Рискнуть Почувствовать Эти глубинные Раненые части Но мы понимаем Что это все Только подготовка И качество жизни Изменится До той степени До той степени Когда мы сможем Расширить их В реальную жизнь В реальной жизни Гораздо больше стресса Меньше рапорта Больше сложностей Но вот эти практики Где мы делаем шаг назад Они помогают усилить Углубить Прояснить Ощущение Ощущение Что что бы ни происходило Там в мире У меня Самая близкая соединенность С моим центром И никто у меня Этого забрать не может Я могу сам отдать Но никто не может забрать И я хотел бы Чтобы вы Включили это в свою жизнь Как практику Как приверженность Как обещание И когда вы теряетесь В замешательстве Или в счастье И снова замечаете Что вы попали Вот в ту самую Знакомую ситуацию Я обычно использую это Как знак Что я потерял Свою соединенность Я потерял свой центр И ничего правильно Не получится До тех пор Пока я не воссоединюсь Вот это точка С которой мы начинаем И я хотел сказать Что вот когда я наблюдал Как Наталья Действует Проходя мимо Что она настраивается На свой центр И она поддерживала Определенные отношения Так же как она Удерживала вопрос Вот это вот чувство Любопытства А что здесь Что хочет пробудиться Что здесь происходит И это приводит нас Ко второму вопросу В чем мое намерение Что я хочу создать И задать это Просто так Чтобы это активировало Творческие силы Во мне Слова Должны быть в соединении С телесным резонансом И когда я чувствую Вот чего я хочу добиться Мне нужно углубить Своё состояние коуча Структурировать их Своими позитивными Соединённостями Связями И основной шаблон Для этого Это намерение Ресурсы Открытости Следующий шаг Вы поймёте Что недостаточно Просто задать вопрос И сказать Хочу быть счастлив И вы должны сказать Где именно В своей жизни Ну Если вы скажете Везде Выберите один Контекст Потому что Именно это Берёт вашу Первичную энергию И поднимает Её в реальный мир И если вы Фокусируетесь На этом вопросе Как это будет выглядеть Как будет чувствоваться Выглядеть Когда я буду двигаться В этом направлении То неизбежно Как мы замечаем Почти каждый день Когда мы думаем О том Что мы на самом деле Хотим Мы чувствуем Какую-то энергию Блокирует Мы чувствуем Какую-то энергию Которая Останавливает Это Блокирует Это Угрожает Этому Мы сталкиваемся С препятствием И мы хотим Помнить Что когда Препятствие Хватает Нас Нужно полностью Расслабиться Это требует Тренировки И вот так Расслабиться Это не значит Что мы схлопываем Своё состояние Мы пытаемся Убрать Всё давление На противоположную сторону Всё сопротивление С тем Чтобы мы могли На самом деле Просто принять Энергию обстоятельства Репятствия И когда мы Расслабляемся Мы позволяем Эту энергию Течь сквозь нас И отправляем Её в землю И мы можем Заметить Что она на самом деле Нас питает Когда мы Вбираем её И это ведёт Нас Как мы вчера Говорили К одному Из самых важных Творческих Принципов Отношений Восстановление Единства Противоположностей Когда противоположности Соединяются В гармонии И эта целостность Позволяет нам Воплотить Реализовать Наши намерения И мы тогда понимаем Окей Это один раз И мы тогда Понимаем Окей Вот один раз Один раз Получилось Но я же не хочу Чтобы это было Одноразовое чудо Ключевым паттерном Ключевым паттерном Ключевой стратегии Моей жизни Но вот для этого Уже потребуется Приверженность Практики И последний шаг Вот с этой точки Что делать Путем Есть два типа вопросов На которые можно посмотреть Первый Первый Он очень конкретен В отношении цели Что мне делать Как домашнее задание Что мне нужно сделать Как просто Постоянную практику Для того Чтобы добиться Вот этой цели Помните Мы думаем про сессию Как про начало А не про завершение И вопросы будут Что нужно сделать На следующей неделе Чтобы убедиться Что это будет воплощено И будет еще общий вопрос Если вы хотите Это состояние доступа Это поддерживающееся Творческое состояние Как именно Вы сможете Быть приверженным Ежедневным практикам Как я говорил Фройд Говорил, что Два столпа Хорошей жизни Работа И любовь Ваша соединенность С работой Которую вы делаете И ваша близость Ваши близкие отношения Ваша дружба Семья Вот эти два способа Которыми Вы воплощаете Выражаете себя А в генеративном коучинге Мы можем добавить Что в общем Есть три Столпа Одна Это очень важная Соединенность С профессиональным Я Второе С личным Я С личными Отношениями И Третье Это глубинное Отношение С самим С собой И Мы говорим О том Что Независимо От того Насколько Были Прекрасные И радостные Ваши Рабочие Или Близкие Отношения У вас Всегда Есть Определенные Обязательства Перед Другими В этих Контекстах Это не Только Про вас У вас Есть Ответственность Перед Другими И Практики Это Когда Есть Ответственность Перед Другими Но Важно Еще И Видеть Когда У вас Есть Ответственность Не Перед Другими А Перед Собой И Установить Вот Это Разговор Разума И Тела И Как Минимум 95% Людей Говорят Отличная Идея Но Что-то Вот Прямо Сейчас Слишком Занят Вот Как Только Я Чуть Разгребу Дело Вот Тогда Практиками Займусь А Мы Говорим Что Вот Такой Ответ Он Неприемлем Потому Что Вам Никогда Никто Не Даст Времени На Себя Так Не Случится Вам Нужно Его Взять Вам Нужно Предъявить Своё Право На Него И Мы Говорим Что Это Основное Для Того Чтобы У Вас Было Доступное Вам Постоянное Открытое Генеративное Состояние И Мы Можем Гарантировать Клиенту Что Когда Ты Это Делаешь Во Времени В дне Появится Как бы Больше Времени Можешь Больше Сделать В своей Работе На Более Высоком Уровне Качество Потому Что Ты Будешь Присутствовать Ты Будешь Выстроен Ты Будешь Отдохнувшим Освобожденным Но Если Ты Не Можешь На Стояться На Себя Если Ты Не Практикуешь Заботу О Себе Качество Твоего Присутствия Качество Твоей Активности Качество Того Как Ты Себя Чувствует Будет Очень Сильно Падать И Это Очень Важно Давайте Начнем С демонстрации Она Она Направляется В коробку Коробок Отличная Штука Ну Я Не Не Я Не 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 Я Просто Боюсь ошибиться С именем Хасанова Гуринат Хасанова О Все Отлично Оксана Я Просто Я Позже 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 Гулшат 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 ГУР Гулшат Как Вы Спел Это В английском ГУЛ 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 С Х АТ Гулшат Гулшат Это Русский Нет Нет Казахстана Из Казахстана ГУЛ Живешь Да Добро пожаловать Добро пожаловать У меня было Такое чувство Когда Именно Эва В Золотой Ящик Что это Я выйду Я Манула И Это Это ГУЛ 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 Дочь Приезжала В Сан-Диего На Транс Кэмп Она Приезжала На трехнедельный Курс По трансу В Сан-Диего Принеся Своё Прекрасное Присутствие Она Отлично Играет На гитаре Это Моя дочь Есть пожелание Работу Как мы будем делать Стоя Или сидя Без разницы Можно стоя Лучше Мы можем делать Стоя Давайте Уберем Это С дороги И Перейдем Сюда Буду ждать Сигналы От своего Хранителя Времени Как мы делали В последний день Модуля Один Тридцать минут На сессию Пять минут На каждый шаг Эва Будет объявлять Шаг один Микрофон Микрофон Эви Эва Соответственно Дмитрий Может объявлять После неё По-русски Она будет говорить Шаг один Такой-то И можно просто Читать Начнём Я Синсерно Хотел бы Продолжить Свою глубинную Поддержку Шаг первой Открытие Поля Коуч И мы говорили О том Чтобы начинать С определённым Чувством Соединённости С собой Я хотел бы Пригласить Нас собой Для того Чтобы Уделить Несколько минут Дыхания Выдохнуть Выдохнуть Найти Соединённость С чем-то Более высшим Более высшей Сущностью И каждый Наилучшим Для каждого Из нас Способом Может почувствовать Соединённость Внутри Осознанность Вот эту внутреннюю Осознанность И сохраняя её Можно начать Получать Соединение С какими-то Большими Любящими Значимыми Сущностями Наилучшим Наилучшим Способом Который Каждый Из нас Сможет Пережить И прочувствовать Это И очень важно Начать Именно С этой Точки И мы Можем Понять Что в разные Моменты Этого Процесса Нам нужно Будет Остановиться И восстановить Эту связь Подпитать Её Снова Потому что Это Наша Основа Это Наша Основа И Когда Ты готов Можешь Открыть Глаза Вам нужно Очень Множество Разных Языков Для Того Чтобы Донести Это Для Клиента Сделать Это Понятным Для Клиента И Когда Вы Найдёте Подходящий Для Каждого Клиента Язык Я Даже Не Помню Чтобы Клиент Был Чтобы Был Хотя Был Один Клиент Который Сказал Что В этом Нет Смысла Что Непонятно Зачем Быть В Хорошем Состоянии Множество Клиентов 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 Я Не Множество Клиентов Говорили Я Не Знаю Как И Я Даже Не Верю Что Это Возможно Лично Для Меня Я Бо Хотел Я Вижу Что Это Важно Но Отлично Я Я Хотел Спросить По шкале От 1 до 10 Насколько Глубинно Соединенность Можно почувствовать Сейчас Где-то 6-7 6-7 Что Помогает Двигаться В этом Позитивном Направлении Когда я Дышу Когда я Дышу Я чувствую Ощущение Света Которое Распространяется И Когда я Была На практике Самая Высокая Шкала Я Была Светом Когда я На практике На 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 Я Не Аргур С Но С Этим Не Поспоришь Мне интересно, есть ли какой-то пример, сущность, существо, кто бы для тебя был примером, тем, кого можно обратиться? Шаг второй, формируй намерение. Когда кто-то, кто мог быть моделью, примером того, как это быть светом. Я чувствую глубокую связь, и это я первый раз чувствовала прошлый приезд. Связь с своим прадедом. Связь с моим прадедом. И что дает, когда ты представляешь себе его присутствие? Что будет в глазах, в руках? Я чувствую силу. Я чувствую силу. Я чувствую силу. И я прочувствовала его боль. And I also felt deeply his pain. And still the light. Yes, that gives me strength. That's good to know. And how many years has he been in the field, do you think? Say it again. How many years has he been in the field? And how long has he been in this field? How long has he been in this field? At least a hundred. A hundred. I feel him. I'm feeling him. Since the moment I really got acquainted to what he left after him with his, what he did, what he's done. And there's a street named after him. I'd like to say to your great-grandfather, welcome. And I would like to say to your great-grandfather, and I'd like to say to your great-grandfather, and I'd like to say to your great-grandfather. Thank you for showing up to give connection, presence, supports, protection to your beautiful, beautiful great-granddaughter. To your beautiful, beautiful great-granddaughter. So, I'm grateful to him. Yeah, I feel that. I feel that. It feels really deep. I'm much deeper than any worry. It's good to know. That that connection is deeper than any worry. With that connection to him, and with that connection to you, with that light, with that light, what would you say is your most important calling or goal at this point in your life? Sure, as my dress is red, and as I see, as my dress is red, as I feel the warm, loving light of my great-grandfather, as I feel as I feel the warm, loving light of my great-grandfather. And I would say, what I feel the most important positive calling at this point in your life? в этот момент в моей жизни это открыть центр, назвать его именем. Он заслуживает это. And it's to create a center and name it after him. He deserves it. Шаг номер три. Развитие генеративного состояния. Это медико-социальный центр. Медико-социальный центр. Хоспитал социальный. I'm sorry. My ears can't hear as well as they used to. Мои уши не настолько хорошо слышат, как раньше. Can you speak it a little bit louder? Можно чуть громче? Хорошо. То, что я действительно хочу сделать, это открыть медико-социальный центр и назвать именем Хосеяна Бижанова. Вот это круто. И что будет телесной моделью этого? Той приверженности этому? Что? И за пределами идет какое-то лучшее. И за пределами и за пределами и за пределами и за пределами А можно спросить, вот где в этом теле света вот откуда эта энергия в этом теле света больше всего идет? Отлично. Отлично. И если бы ты соединила эти два движения, вот эта энергия здесь, я собираюсь, я даю обещание создать этот центр в мире, принести его в мир. я даю обещание создать этот центр. Я даю обещание создать этот центр. создать этот центр. Я даю это пару раз. вот это основная телесная модель центрирования. Я бы предложил как коуч каждый день в рамках тех практик, которые вы совершаете. что именно так ты устанавливаешь свое ежедневное намерение и проносишь его сквозь все другие события, которые будут проходить в течение дня. Приносишь эту энергию для того, чтобы почтить. Чтобы передать тот прекрасный дар, который ты получил. С точки зрения создания этого центра. По шкале от 1 до 10, как много от 1 до 10, если оценить свою приверженность, готовность это сделать. Насколько ты это чувствуешь? Где-то 8-9. Я хотел бы просто прокомментировать. Надеюсь, нормально, если я буду делать какие-то комментарии по процессу? Может нас здесь прислушаться из своего личного путешествия, но и как студент, ученик тоже. Видите, вот эта напряженность, где пробки такие? Так 4, 5. Мы принимаем действие. Естественный вопрос у меня возникает как у коуча. Что мы можем такого сделать аккуратно, что расслабит вот это напряжение здесь. Когда я задаюсь этот вопрос, у меня появляется картинка водоворота, водоворота, вращение, вращение. Можешь так сделать? Повращаться? Вот, отлично. Я вижу, что ты очень много в этом приносишь. Простите, у нас новый преподаватель по движению. любишь танцевать, да? Люблю. И все мои натренированные способности как коуча могут очень тонко это наблюдать, заметить. И мое предложение, то, что я предлагаю, как можно начать об этом думать, они на самом деле касаются двух взаимосвязанных вопросов. Что я могу сделать? Какие шаги я могу предпринять для того, чтобы создать этот центр? И рядом с ним как я могу ответить, как я могу отреагировать, когда столкнусь с неизбежными препятствиями? Хочешь немного протанцевать свое будущее? Да. Да. Так, мы можем в будущем. Ну, разъем. Окей, sister, let's go back. That was just a dry run. Let's go back. Let's go back. I agree. Let's go back. монстр пробуждается. So, now, again, as I said, when we touch in the places of playfulness, when we затронули эту игривость, we're not thinking of them as the deepest context of our exploration. мы не думаем об этом как о самом глубинном контексте нашего исследования. Мы думаем об этом как об одном из ресурсов, которое может открыть более глубинное пространство, у которого есть еще какой-то смысл, кроме самой игривости. И другими словами, мне действительно глубоко интересно с точки зрения создания этого центра. Is that right? Is that right? Что ты действительно глубоко заинтересована в создании этого центра. Это так? Это будет дело в моей жизни. It will be the performance of my life. Great. по шкале от 1 до 10. 10. Good. So it's going to take a lot of dancing and a lot more than that. And a lot more than that. Right? Yeah. So let's see what I'd like to suggest and again this is really what we're to open up as an example and we хотим сейчас раскрыть это как пример of a process that you can take home with you in terms of your own self-coaching with you to work with you as a self-coaching as a every day I can I can claim commit to their intention to be completely приверж to this step number five to take steps to take steps to stay playful but also но также использовать игривость для того, чтобы открыть более глубинную серьезность, которая тоже понадобится для того, чтобы воплотить что-то такого масштаба. Понятно? И это приглашение начать входить в неустрашимую телесную модель, что я справлюсь, я сделаю. Я создам этот центр. Чуть более непреклонное намерение. Как бы это выглядело? Есть у тебя телесная модель вот этой неустрашимости? Так. И если бы ты могла распространить это сквозь время, сквозь пространство, видите, как оно останавливается в этом моменте? Вот здесь, скорее всего, мы найдем препятствие. Я хочу этого, это прекрасно. Но как только я пытаюсь привнести, когда я начинаю привносить мою силу и показывать ее миру, чувствуешь, да? Угу. То, что я делаю, как меня учили в Айкидо, когда чувствуешь, что тебя прижали к стене, начни чувствовать, что есть всегда какое-то пространство, открытие. Всегда есть промежуток. И я хотел бы пригласить, как ты можешь на всю, полностью распространить, дотянусь до меня вот прямо оттуда. А теперь танцуй. Я летаю, как бабочка, жалью, как пчела. Да, я боюсь сделать боль на человеку. Well, I'm afraid of bringing pain to a person, of hurting someone. Good. So it asks you to extend it with an open hand. Тогда ты можешь помочь этому распространиться с открытой рукой. All that light. Вот этот свет. Oh, that's interesting. That's interesting. И расслабь плеча. Акши-ябба. Смягчи локоть. I want to create this center. Я хочу создать этот центр. Я хочу создать этот центр. Сохраняй это. С постой в этом. I invite you to open your heart fully. И я пригласил бы тебя полностью открыть свое сердце. And now to take the first step. Step number six. Establish genitive practice. И начнем с первого шага. Поворачивайся, танцуй. Шаг номер шесть. Внедрение генеративной практики. И это приводит нас ко второму шагу. Это хорошая сила, которая есть в тебе. Это сила света, которую ты хочешь принести. Свет не причиняет ничему вреда. Его не нужно бояться. Так что затронь меня своим светом, сестра. А теперь открой свое сердце. И протанцуй следующий шаг. Думай о картинках. Когда танцуешь. С этим серьезным ощущением. С неустрашимым светом. С открытым сердцем. С таким текучим движением. Это что я использовал для создания. Вот что я хочу создать. Вот что я хочу создать. Сейчас. Насколько ты чувствуешь приверженность этому? Думай о том. Что-то здесь происходит. Что-то бьет здесь происходит. Что-то здесь происходит. Это что-то действует. И мое cognitive mind is trying to find something. Что-то двое. Что-то де противоположности. И учит �aux. все это скрепляя. Иногда прекрасно просто отпустить слезы, страхи, боли. Мы здесь для того, чтобы открыть пространство. Лучи идут. Такой неустрашимый свет. Открытое сердце. И танцевать. Потому что танцы не остановить. Я чувствую, что ты посвящаешь себя чему-то большому. И направляю тебе очень много своей поддержки. И кто-то еще направляет свою поддержку? Сан Цепой. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Я вижу, что твоя дочь получает всю свою красоту и информацию. Теперь понятно откуда в твоей дочери вся эта красота и разум. Зарина, да? Зарина, да. Она хочет бизнесом. Она переводчиком была. Теперь хочет бизнесом. Она переводчиком была. Теперь хочет бизнесом. создать бизнесом. Какой? Ну, связанный с сетевым маркетингом. Я точно еще не знаю. Это по телефону только. Just by a person. Did she mention Eva? Про Эву что-то говорила? Да. Yes. Она с восхищением, с любовью вспоминает эту поездку. She remembers this journey with an admiration, with love. And the path that you have helped to open is really diverse. Okay. Well, she clearly came with a commitment. Она совершенно точно приехала с приверженностью работать. Как и многие люди в трансовом лагере в Сан-Диего. Она столкнулась с парочкой очень значимых, очень больших препятствий. Но я был очень впечатлен ее готовностью оставаться приверженный своему решению работать. И я тебе этого тоже желаю. Спасибо. You're welcome. Anything just in a couple of minutes before we break anything that you would want to share with our learning community here about what was most interesting or helpful in that session? Что-то, что перед тем, как мы прервем пару слов, которыми хотелось поделиться с этим обучающимся сообществом о том, что было полезно или интересно в этой сессии? Полезно и интересно было в этой сессии. Неустрашенность с открытым сердцем. Для меня это было, но что-то, я еще полностью не впиталась, но что-то туда вошло. Кровь ткань, не знаю. Вот это ключевой момент. Отлично. Вы можете видеть это, да? Помните, было бы очень легко потеряться в этой игре, в этих танцах. Но если есть ощущение, что мы здесь не только чтобы танцевать, Мы здесь для того, чтобы пробудить и направить творческую энергию. И как мы вчера, на чем мы вчера фокусировались? Нам нужны противостоящие, противоречащие друг другу творческие энергии. Нам нужно быть игривыми, танцевать, но при этом нам нужна очень серьезная сконцентрированность. И я убежден, что если бы мы спросили, что когда мы добрались до этого момента, И фраза была, что я не хочу никому причинить боли. Вот это состояние, представляет собой какую-то семейную картинку, что когда энергия воина была привнесена в мою жизнь раньше, она была разрушительной. И вот тогда люди часто дают клятвы. Большинство клятв, которые дают дети, это отрицательные клятвы, негативные. Вот я так не буду. Не буду я причинять боль людям. Но когда мы это понимаем, как это можно понять еще, что я тогда не буду привносить свою энергию. Когда мы сталкиваемся с этой точкой, я дал очень простое предложение. И очень здорово, очень видно, что в своих ценностях ты не хочешь причинять боль людям. Может быть, мы найдем тогда другую поверхностную структуру, другой способ, как телесно показать не вот это, а вот это. Да, помогло. Солнце может оттуда, лучики идти. Что вы делаете не вот так. Вот это переведет вас в состояние крэш. Вы всегда открываетесь в периферическое восприятие. Потому что творческое бессознательное это периферическая осознанность. А вот этот вторичный менеджер, он фокусирован. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...